Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели из своей коллекции в масштабе 1.43, а именно автомобили в кузове универсал Москвит 427. В советское время данная модель производилась с 1974 до 1991 года в городе Саратов мощностями производственного объединения Тантал, а позже в городе Маркс на заводе Радон. Так называемые Агатовские новоделы выпускались после 1991 года силами ЗАО Агат, потом холдингом Инт Котекс, а потом и на ООО Массар. Модель была копия реального советского пятидверного универсала Москвит 427, который производился на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола АЗЛК с 1967 по 1976 год. Базой для него послужил седан Москвит 412 с двигателем на 1,5 литра и мощностью 75 лошадиных сил. Всего за весь период было произведено около 33 тысяч Москвит 427, которые в основном применялись в медицинской службе, почте, общепите, милиции, но и у садоводов с туристами они также пользовались популярностью. Саратовская масштабная модель Москвит 427 была металлической и открывался у нее только капот. Автомобиль был с хромированными бамперами, колесами, двигателями и решеткой радиатора. За весь период производства, особенно в ранние годы, модель подвергалась доработкам и изменениям, которые породили разнообразие мелких отличий в деталях. Изменениям подвергался прежде всего капот, решетка радиатора и днище. В процессе сборки модель могла комплектоваться деталями, которые свойственны разным периодам производства и потому установить точный срок изготовления иногда проблематично. Также нередки случаи ошибочной установки деталей в процессе их сборки или даже производства. В модели Москвит 427 был присвоен каталожный номер А4. Используя данные с профильных модельных форумов и свои собственные наблюдения, я постараюсь немного установить какую-то хронологию по этой модели. Но это не просто, так как очень много было изменений в процессе ее производства. Все даты, которые я приведу далее, являются приблизительными и я не берусь утверждать, что они на 100% достоверны. Но по крайней мере, к какой пятилетке относится модель, точно можно определить. Самые ранние модели 1974-1975 года выпуска имели на днище вместо номера А4 надпись ART SSO51C 3,50. Колеса у них были точенные со сквозной осью, а над задним стеклом были петли. На задней двери, кроме названия Москвич, был еще номер модели, а ручка этой двери была Т-образная. Капот модели был на цельной пластине. С такими признаками модели Москвич 427 самые редкие и встретить их на аукционе почти нереально. Вплоть до 1977 года возможно одновременное существование металлического днища, как черного, так и стандартного серебристого цвета. Задние фары могли быть со скосами в этот период. Приборная панель была с более выступающим вперед козырьком. В период 1975-1977 года возможна комплектация этих моделей капотами на трех зажимах и одновременно с этим вплоть до 1981 года капотами на двух зажимах. Решетка радиатора могла быть как четырьмя и двумя круглыми фарами с сеточками, так и с двумя прямоугольными фарами и более толстой полосой посередине этой решетки. Эмблема на решетке радиатора подкрашивалась красной краской. Точеные колеса сменяются на стандартные с колбаками примерно в 1975 году. Возможно комплектация москвичей, кроме белого, еще и более редким красным, черным или капроновым салоном. Примерно с 1980-81 года капот стал крепиться на три отдельные петельки и так до самого конца производства. А в 1922-1983 году на днище москвича 427 появляется надпись Made in USSR. В этот период модели могли комплектоваться приборными панелями без выступающего вперед козырька. В середине 80-х годов на решетке радиатора с круглых фар исчезают сеточки, а позже на решетке с квадратными фарами исчезает толстая полоса посередине. Примерно в 1926-1987 году с днища пропадает каталожный номер А4. Эмблема на передней решетке не подкрашивается красной краской и меняется форма бамперов. Также возможна комплектация приборными панелями с немного выступающими козырьками. Москвич 427, кроме стандартного исполнения, производился с разнообразными надписями и изображениями на нем, что придавало моделю большую ценность для коллекционеров. После 1991 года модели уже производятся на ЗАО АГАТ и так вплоть до 2012 года на АОО Массар. В этот период модель может производиться как с пластиковым, так и с металлическим днищем. Хромирование может отсутствовать или заменено на серебряную краску. Довольно часто встречаются разноцветные салоны, но основной цвет пластиковых салонов агатовских моделей это черный. В этот период встречаются разные яркие расцветки Москвич 427 и варианты исполнения спецавтомобилей. Модели этого периода не являются особенными ценами и стоят сравнительно недорого. Модели в моей коллекции, судя по перечисленным мною признакам, относятся к более раннему периоду. Оранжевая примерно 1976-1977 года выпуска, так как днище черное, капот на три зажима и есть скосы на фарах. А коралловая примерно 80-81 года выпуска, так как она еще без Made in USSR на днище, но уже с тремя петельками на капоте. Коробок на эту модель известно несколько вариантов, каждый из которых на сегодня представляет собой коллекционный интерес и стоят они недешево. Исключением, наверное, являются только самые распространенные так называемые радужные коробки. Цена на эту модель зависит от многих факторов, на которые влияют и цвет модели, и год ее выпуска, и состояние, и наличие коробки, и наличие надписей, а также какие-то редкие дефекты. Модель в хорошем состоянии советского периода без номера А4 на днище по цене может стартовать от 15-20 долларов. Сколько будут стоить самые ранние модели 1974 года сказать сложно, но цены на аукционах за модели более массового выпуска периода 70-х доходят до 200-300 долларов. Столько же могут стоить модели с олимпийской символикой или редкими надписями, а также ранние коробки на эту модель. Всем спасибо за просмотр этого обзора. Если будут какие-то дополнения или уточнения, пишите в комментариях. Может что-то упустил. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в следующем обзоре.